Накануне в Беларуси стартовало досрочное голосование. В первый день выборы сделали 4,5% избирателей. Такие данные сегодня публикованы на сайте ЦИК. В эти минуты на одном из избирательных участков Минска находится наш корреспондент Дарья Белоусова-Петровская. Дарья, добрый день. Как проходит второй день досрочного голосования? Анастасия, здравствуйте. Сегодня в Беларуси второй день досрочного голосования. Надеюсь, он пройдет так же активно, как и первый. Сейчас я нахожусь на избирательном участке номер 48. В 10 часов утра сюда приходят люди, чтобы оставить свой голос за одного из кандидатов. Конкретно на этом участке зарегистрировано около тысячи потенциальных избирателей. Кстати, среди них и глава Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина. Она должна прибыть сюда в 12.30. Из-за своего плотного графика она всегда голосует досрочно. На избирательном участке находятся национальные наблюдатели. Они следят за тем, чтобы процесс голосования проходил открыто и прозрачно. И, насколько я знаю, никаких замечаний с их стороны не было. Хочу отметить, что все избирательные участки подготовлены для голосования людей с ограниченными возможностями. Так, для инвалидов по зрению разработаны специальные трафареты, напечатанные шрифтом Брайля. А слабовидящие могут воспользоваться увеличительными лупами. Всего в Беларуси отпечатано более 7 миллионов бюллетеней по количеству потенциальных избирателей. И еще 6% напечатаны дополнительно. Они нужны на тот случай, если во время заполнения бюллетеней избиратель допустит ошибку. В этом случае, конечно, если он еще не успел опустить бюллетень в урну для голосования, он может обратиться к члену избирательной комиссии и попросить новый бюллетень. Испорченный будет погашен и не учитывается. Всего в Беларуси сформировано... Всего в Беларуси и за ее пределами сформировано более 6 тысяч избирательных участков. Для всех тех, кто хочет проголосовать досрочно, они будут работать вплоть до 10 октября включительно с 10 утра до 7 вечера, перерыв с 2 до 4. Поэтому, если вы в основной день выборов не сможете проголосовать, сделайте его в эти даты, потому что каждый голос должен быть учитан.